на втором уроке мы с вами будем рисовать мандалу конечно если вы новичок вы можете использовать линейку карандаш циркуль и сделать метки для себя для удобства рисования и просто нарисовать любую мандалу которую вы хотите если вы мастер и хотите научиться строить мандалы то вы можете делать как я повторяю за мной на видео мы ставим точку которая будет являться у нас центром потом отмечаем точки по вертикали и по горизонтали если мы мысленно проведем линию то у нас будет плюсик ровные то есть эти точки должны находиться на одной линии точно также я отмечаю мандалы и на теле когда я рисую будь то спина живот или рука и потом между этими точками я ищу середину и у нас получается разметка первого круга для того чтобы эти точки были на одинаковом расстоянии друг от друга от центра мы можем зажимать конус либо ручку либо карандаш зависит от того чем вы рисуете кончик конус у нас будет точкой а там где мы зажимаем конус пальцами это будет . b мы это расстояние прокладываем везде вокруг и проверяем на правильном ли мы расстояние отложили эту точку каждый раз когда вы откладываете точку мы всегда делим пополам и всегда эта точка у нас должна находиться на прямой линии через центр то есть эта прямая линия должна проходить через центр всегда и любой элемент который мы хотим поставить наши модели мы всегда должны его строить то есть мы ищем эти точки опоры на которые мы опираемся и только по этим точкам мы рисуем любые наши элементы данном случае первый круг у меня включает себя 8 точек потом чуть повыше я откладываю расстояние одинаково от центра между этими точками с первого круга я ставлю еще одну точку это будет вершина так мы рисуем купольные элементы то есть нижнем ряду ближе к центру у нас будут соединение куполов а наверху это будет вершина куполов то есть тот круг который выше дальше от центра это у нас будет центр и точно так же дальше от центра и на следующих ярусах мы делаем те же самые точки те же самые отметки мы делим пополам проверяем себя по высоте откладывая одно и то же расстояние измеряя его конусом или ручкой или карандашом и потом мы просто соединяем эти точки когда я соединяю эти точки я всегда рисую сначала линию в одном направлении прохожусь по всей мандале точно так же и с любым другим элементом потом я рисую линию в другом направлении мне так намного проще рисовать возможно вам тоже понравится такой способ рисования больше вот так у нас получился цветок в самом центре мандалы от которого мы будем строить дальше любой элемент который вы нарисовали в мандале является вашей опорой по этим элементам вы можете откладывать расстояние и точки опоры для других элементов поэтому каждый раз когда я ставлю элемент это не просто элемент который украшает мандалу это еще и моя . опоры но всегда когда мы рисуем следующий ярус мы проверяем себя проверяем расстояние от центра до вершины или до точки опоры по всей окружности мандалы только так у нас получается ровная мандала то есть по сути мы занимаемся геометрией мы строим рисунок если у нас получилось не совсем ровно я люблю использовать утолщение утолщение где-то рисуется снаружи где-то с внутренней стороны если я вижу что например купол получился более широким чем все предыдущие то я рисую утолщение с внутренней стороны так мне получается немного уравновесить рисунок который я сделал точно по такой же системе мы ищем центры мы ищем вершины ставим их между предыдущими элементами проводим мысленной линию через центр чем больше точек мы поставим тем ровнее у нас будет наше мандала проверяйте обязательно чтобы точки противоположные находились на одной линии и эта линия проходила через центр ажурности мандалы можно добиться если мы будем рисовать обводку обводка помогает сделать рисунок более законченным более сложным и она помогает разделить между собой мелкие элементы которыми мы можем например заполнять отсеки внутри мандалы или любого другого орнамента эту обводку мы оставляем пустой мы ее называем воздушной обводкой она создает легкость законченность и разделяет элементы между собой обязательно используйте этот прием можно делать две обводки 3 обводки 4 обводки будут создаваться абсолютно разные настроения и разные стили разные дизайны в зависимости от того какое количество обводок вы будете использовать они могут по полностью повторять наши элементы либо они могут идти чуть повыше чуть поменьше либо они могут быть более упрощенной например можно сделать круг или повторить каждый лепесток отдельно когда мандала уже большая то удобнее сделать оси по длине и то есть я прямо точками маленькими точками я грязным конусом можно сказать их ставлю делу оси точно также плюсиком как вначале сначала по вертикали потом по горизонтали и потом по диагонали обязательно делаю сначала в одну сторону и потом в противоположную проверяю чтобы эта ось проходила через центр после того когда я нарисовала эту ось я проверяю чтобы слева и справа стороны от этой оси было одинаковое расстояние до следующей оси если вы видите издалека что у вас где-то шире где-то уже проверьте себя проверьте расстояние от осей друг от друга и исправьте для того чтобы в симметрии не делать много косяков всегда нужно проверять себя со стороны то есть смотрим на рисунок издалека или мы можем сфотографировать на телефон и посмотреть в уменьшенном формате так всегда видно какие-то неровности небольшой лайфхак вам от меня даже после того как я поставила ось и я проверяю себя еще раз потому что глаз может замылиться мы можем что-то не увидеть мы проверяем себя после того как оси я сделала я ставлю одну точку на высоту которая мне нужна меряю расстояние от точки а до точки б это у меня высота и центр мандалы и это расстояние я зажимаю на конусе где кончик конуса это точка а а мой палец который зажимает конус точка б и откладываю это расстояние по всем осям которые мне нужно в данном случае через одну это будет являться вершиной нашего купола когда мы заполняем элементами геометрическими симметричными внутри лепестков или куполов мы тоже ставим себе точки опор в данном случае я тоже делю пополам делю пополам каждую сторону купола от начала купола то есть где идет соединение с другим куполом до вершины это расстояние я делю пополам ставлю точку опоры и это делаю по всей окружности и только потом я ставлю линии рисую соединение к центру от середины по сути любое построение мандалы это когда мы постоянно делим пополам постоянно мы рисуем из одной точки в другой и повторяем этот элемент по всей окружности вам не обязательно повторять всю мандалу за мной вы можете попробовать нарисовать свой дизайн свое количество обводок свое количество куполов свои линии тонкие толстые вы можете попробовать их заполнить какими-то элементами моя задача здесь показать вам как сделать симметрию как построить вашу мандалу и здесь вы можете конечно и повторить за мной можете нарисовать свои какие-то элементы для завершения мои мандалы я решила использовать асимметричную симметрию что это такое это когда примерный объем элемента или рисунка одинаковый по всей окружности либо симметричных частей но он несимметричный то есть объем количество занимаемой территории этого рисунка примерно одинаковое данном случае я использую листики я не отслеживаю какое не высоты какого они размера не отслеживаю сколько их всего получается я беру примерно одинаковое расстояние между ними примерно одинаковый размер и рисую их хаотично можно сказать немного шахматном порядке большой-маленький большой-маленький в разных расстояниях я их рисую но я не повторяю их симметрию они таким образом получаются в равновесии и в мандале вы можете использовать тоже этот прием если вы уже потренировали растушевку как в предыдущем уроке то можете попробовать заполнить нашу мандалу растушевкой для этого взять какие-то отсеки и попробовать сделать там тень с переходом на схождение на нет присылайте ваши мандалы нам в телеграм-канал я обязательно могу ответить на ваши вопросы и дать какие-то рекомендации и до встречи на следующем уроке нашем адвент календаре 23 года